Следствием отдела МВД России по Майкопскому району завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении двоих жителей Краснодарского края. По версии следствия, они причастны к незаконным операциям с наркотиками, совершенными в составе организованной группы. В декабре прошлого года оперативники районного отдела полиции получили сведения о том, что двое 18-летних молодых людей планируют забрать из тайника партию наркотиков для их распространения путем закладок. Машину подозреваемых инспекторы ГИБДД остановили на территории Майкопского района. Тогда у них изъяли 60 свертков с порошком. Оперативники провели и осмотр по месту жительства задержанных лиц. В квартире было обнаружено 30 свертков с солью и гашишем, а также фасовочные материалы. Общий вес изъятых наркотиков составил более 50 граммов. По факту было возбуждено уголовное дело. Суда арестовал обоих фигурантов. В ходе расследования задокументировали причастность подельников и к переводам полученных преступным путем денег на различные счета в сумме более 260 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкция ст. 228 Прим. 1 УК России предусматривает до 20 лет лишения свободы. Пресс-центр МВД напоминает администраторам и пользователям соцсетей о недопустимости распространения недостоверной информации. К примеру, фейковое сообщение о якобы совершенном убийстве в гипермаркете стало известным многим майкопчанам через несколько минут. В этот день в пресс-центр МВД поступило несколько десятков запросов от представителей СМИ и информационных агентств. Запросы, насколько я знаю, также поступили в пресс-службы других правоохранительных структур. Сразу хочу отметить, что и напряженная ситуация создалась здесь и в городе, в обществе. Мы такой вывод сделали, когда проанализировали все комментарии, которые были размещены под подобными сообщениями в социальных сетях. Обращаем внимание администраторов и пользователей соцсетей, что ни в коем случае нельзя допускать размещение фейковой, недостоверной информации, потому что никакой пользы не приносит ни людям, ни обществу, ни правоохранительным органам. Чтобы не допустить этого, советуем в любое время дня и ночи, то есть в кургосуточном режиме, обращаться для уточнения в пресс-центр МВД, если есть необходимости, любой другой правоохранительный орган. Пресс-центр МВД напоминает администраторам и пользователям соцсетей о недопустимости распространения недостоверной информации. К примеру, фейковое сообщение о якобы совершенном убийстве в гипермаркете стало известным многим майкопчанам через несколько минут. В этот день в пресс-центр МВД поступило несколько десятков запросов от представителей СМИ и информационных агентств. Запросы, насколько я знаю, также поступили в пресс-службы других правоохранительных структур. Сразу хочу отметить, что и напряженная ситуация создалась здесь и в городе, в обществе. Мы такой вывод сделали, когда проанализировали все комментарии, которые были размещены под подобными сообщениями в социальных сетях. Обращаем внимание администраторов и пользователей соцсетей, что ни в коем случае нельзя допускать размещение фейковой, недостоверной информации, потому что никакой пользы не приносит ни людям, ни обществу, ни правоохранительным органам. Чтобы не допустить этого, советуем в любое время дня и ночи, то есть в курс-суточном режиме, обращаться для уточнения в пресс-центр МВД, если есть необходимости, любой другой правоохранительный орган. Сотрудниками полиции Адыгеи и управления ФСБ России в ходе проведения совместных мероприятий пресечена противоправная деятельность 64-летней женщины, являющейся должностным лицом одного из территориальных подразделений управления лесами республики. Установлено, что в 2019 году подозреваемая, зная об отсутствии подписанного договора купли-продажи лесных насаждений, внесла в единую систему учета древесины заведомо ложные сведения о заключении такого договора. Это позволило внести в единую информационную систему сведения об осуществленной рубке лесных насаждений на территории Красногвардейского лесничества, которая фактически являлась незаконной. Этими действиями должностным лицом предана законность происхождения данного леса в учетной системе. Ущерб около 75 тысяч рублей. По части 1 статьи 285 Уголовного кодекса России «Злоупотребление должностными полномочиями» следственным управлением МВД по республике Адыге возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Далее коротко о некоторых событиях и мероприятиях в ведомстве. Дознанием полиции Кашхабальского района возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Шевгеновского района. В ноябре 2020 года мужчина, управляя автомобилем «Лада», съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Он находился в состоянии опьянения и был лишен прав. Автомобиль изъят. По данным МВД в феврале 2021 года полиция из незаконного оборота 15 раз изымались наркотики. По всем фактам проводятся проверки и будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. МВД обращается к гражданам с просьбой сообщать о подобных фактах по телефону 02 с мобильного 102. Полиция информирует о выдаче справок о привлечении либо непривлечении граждан к ответственности за потребление наркотиков. Срок предоставления госуслуги не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в МВД. Поле подробно можно узнать на сайте ведомства в разделе госуслуги. Полиция Адыгей напоминает об особенностях подачи обращений в ОВД. При заполнении бланка следует указать фамилию, имя, отчество, почтовый или электронный адрес для направления ответа. Сообщения о происшествиях или преступлениях принимаются круглосуточно по 02 с мобильного 102 и незамедлительно регистрируются в дежурных частях органов внутренних дел. В госавтоинспекцию Адыге от жителя Майкопа поступила видеозапись, на которой зафиксирован факт грубого нарушения дорожных правил, имевшего место на территории города. На ней запечатлен автомобиль ВАЗ-21099 с тонированными стеклами, который двигался по тротуару. После изучения этих видеоматериалов сотрудники ГИБДД МВД по республике Адыгея в рамках проверочных мероприятий установили личность водителя, которым оказался 20-летний местный житель. Проверка показала, что у парня отсутствовал страховой полюс, а в течение 2020 года он 12 раз привлекался к ответственности за различные нарушения. За неуплату ранее наложенного штрафа, а также за нарушения, выявленные в ходе изучения видеозаписи, в отношении Майкопчанина составлены протоколы. Сумма штрафов составляет более 3000 рублей. Значительную помощь полицейским в установлении и привлечении к ответственности лиц, нарушивших правила, окажет наличие фото или видеозаписи факта совершения правонарушения. Необходимо указать дату, время и место события. Передать информацию со съемками граждане могут через аккаунты МВД по Республике Адыгея в социальных сетях. В Адыгее судом вынесен приговор в отношении 32-летнего жителя Тахтамукайского района. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса России, применения насилия в отношении представителя власти. События имели место в 2020 году. Тогда в дежурную часть полиции Тахтамукайского района жительница поселка Яблановского сообщила, что жильцы одной из квартир в многоэтажном доме нарушают общественный порядок. Для проверки этих сведений пересечения возможных противоправных действий по указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. В ответ на законное требование прекратить нарушать правопорядок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил полицейского. Эти действия были квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти и в связи с исполнением им служебных обязанностей. На основании собранных материалов Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СОСК России по республике Адыгея было возбуждено уголовное дело. И на днях Тахтамукайский районный суд признал местного жителя виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.